Скульптуры из-за льда полюбились рязанцам. И не мудрено, ведь завораживающая красота ледяных переливов отправляет в сказочные миры Снежной Королевы и Морозко. При всей его красоте, при всей уникальности, это же в принципе вода, как мы с вами. Но здесь, создавая из подобного материала что-то, понимаешь, что это живет недолго, но при этом массу эмоций дарит людям и авторам. Уже не первый год известный рязанский скульптор Юрий Местрюков возглавляет команду, которая создает вот такое зимнее чудо. В этом году мы рассказывали про историю площадки, про хлебзавод, электростанцию. Над всеми скульптурами работали сообща, эскизы общие, идеи обсуждались, вместе противостояли дождю, строили, делали, успели. Работа над проектом шла месяц. Разработка эскизов, подсветка, композиция, расположение в пространстве, расчеты, сколько нужно льда. Это целая проектная работа, участие в которой принимали почти 10 человек. После основной работы приехала помочь ребятам, потому что чуть-чуть умею обращаться со стамесками. Творчество, потому что я участвовала в процессе заморозки хлеба. Это было очень интересно. Мы поехали специально на озеро, когда был мороз, и вмораживали хлеб. И сейчас видеть вообще вот этот результат – особое удовольствие. Например, вот та вот баранка, очень вкусные баранки были. Для изготовления этих фигур 40 тонн льда доставили из Вологодской области. У нас к декабрю таких объемов, как правило, не намерзает. И чтобы получить из ледяных массивов скульптуры, сначала мастера работают бензопилой, а потом уже над деталями с помощью стамесок. Вот, скажем, один из известнейших и самых ценнейших инструментов скульптора по льду – стамеска зубастая, в простонародье жухля. Вот, обрати внимание, как она выглядит. Вот такая специфическая штука, которая позволяет лед, просто не чувствуя, убирать максимальные вообще объемы. Ну, при должной сноровке, таким образом отшибая лишнего, как и с камнем, и с деревом, что-нибудь вырастает. Вот буквально сегодня родились на свет вот эти чудные баранки. Собственно, лед, руки, вдохновение – все, что нужно для создания подобного. Тематика фестиваля – хлеб и электричество. Это погружает в историю территории, удивительного по своей архитектуре готического сооружения, известного нам как хлебзавод. Изначально же здесь была первая в области электростанция. Отсюда и тема фестиваля. Хорошая локация, чтобы прийти, погулять, побыть во льду. Нужно приходить обязательно в морозный день, потому что вся красота льда раскрывается именно при минусовой температуре. Хлеб всему головажу, как известно. Ну и, глядишь, люди будут чуть иначе относиться к этому. Старания команды скульпторов оценили уже в первый день. Людям нравится и взрослым, и детям. Гости города и вовсе в восторге. Мы еще только пока пришли, но вот я смотрю, это хлеб, да? Очень интересная задумка. Мы просто гости города, поэтому да, то есть мы вчера приходили, не получилось посмотреть. Сказали, что сегодня откроется, и сегодня вот специально приехали еще раз тоже посмотреть на ледяную скульптуру. Ребенку очень нравится, он очень ждал этого момента. А ты откуда? Мы из Ульяновска. Нравится. А что больше всего понравилось? Волосипед. Атмосфера праздника, да, то, что это зима, лед, правильный лед, снег, такой медленно прекрасно идет, учитывая еще после гололеда, то, что музыка играет, и то, что просто людям весело, чувствуется какое-то сплочение. Это уже прям красиво, мельница, мешочки, прям замечательно. Все новогодние праздники фестиваля ледяных скульптур будет открыт к посещению. Спешите, ведь с весной от них останется лишь воспоминание, как о новогодней сказке. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».